Руслане всего год и четыре, а диагноз, который ей поставили врачи, даже взрослые могут с трудом выговорить. Врожденный абструктивный мегауретер или аномалия мочеточника. В перспективе это поражение почек и не только. То, что началось воспаление, узнали лишь по анализам. Мама юной пациентки признается, боялась, что операция будет тяжелой, но обошлось. Операция не полостная, а проколами, и, соответственно, быстрая реабилитация у нее прошла. То есть она уже бегает. Заведующий отделением хирургии Андрей Бойко рассказывает, раньше операции были действительно болезненные и с долгой реабилитацией. Теперь все иначе. В последние годы на Алтае в таких случаях все больше оперируют малоинвазивными способами. И вовремя. В последние годы таких аномалий все больше во всем мире. Чаще всего это мутации, это генные мутации, это наследственные заболевания. И плюс еще внутриутробная инфекция, такая как цитомегаловирусная инфекция, токсинфекция, которая приводит к развитию поломки генов и развитию врожденных заболеваний. К счастью, патологию теперь определяют еще на этапе беременности. А современные методы позволяют делать операции достаточно щадящими. В Барнауле в одной лишь седьмой больнице их делают в среднем по 15 в год. Кстати, как отметили врачи, их себестоимость десятки тысяч рублей. И, возможно, они в рамках обязательного медстрахования. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.